Нарушение мышления Нарушение мышления Нарушение мышления Нарушение мышления Все три варианта нарушения темпа мышления И ускорение, и замедление, и обстоятельность Сильно влияют на продуктивность беседы с таким пациентом При ускорении мышления вы задаете вопрос, а он начинает на него отвечать Но мышление настолько быстро идет вперед Что он не успевает озвучивать свои мысли, свои соображения И перескакивает через несколько ассоциаций и уходит куда-то в сторону от вашего беседы При замедлении все понятно, вы задаете вопрос, а ответа на него дождаться практически невозможно При обстоятельности вы получаете массу параллельных дополнительных сведений Которые совершенно не относятся к теме вашей беседы Также в нарушениях мышления по темпу я бы описал два таких явления Как ментизм, наплыв мыслей Когда через голову пациента, опять-таки наблюдается это чаще при шизофрении Через голову пациента идет неконтролируемый постоянный поток мысли Человек не в состоянии остановить его, не в состоянии им управлять И соответственно не в состоянии полноценно контактировать И шперинг, закупорка мышления, когда человек говорит о полном отсутствии мыслей И в том, и в другом случае продуктивный контакт с таким пациентом невозможен Нарушения мышления по стройности Нарушения мышления по стройности могут быть следующие Это разорванность мышления, когда в процессе разговора человек говорит о разных, не связанных друг с другом вещах Отсутствуют интеллектуальные, эмоциональные, интуитивные связки между отдельными фразами, предложениями, даже иногда словами и слогами Продуктивный контакт также нарушен, о чем мы говорили в нашей лекции, посвященной психотическим расстройствам Резонерство Когда в процессе беседы вместо ответа на конкретные вопросы человек пускается в пустые разглагольствования на тему более или менее близкую к содержанию беседы Речь идет об экологических проблемах, загрязнении мирового океана, космосе, возможности мировой катастрофы, экономических проблемах и так далее И так далее, и так далее, когда речь шла, вопрос звучал, собственно, как вы добрались до нашей клиники И опять-таки в результате этого резонерства к конечному пункту беседы, к конечному пункту вопроса пациент не доходит Соскальзывание Наблюдается часто при наличии бредовых идей, когда в процессе беседы, о чем бы ни задавался вопрос, пациент рано или поздно так или иначе всегда уходит на какую-то определенную, актуальную для него тематику Ну, как правило, тематику бреда, это очень четко прослеживается у паранояльных пациентов, когда они заряжены своей бредовой идеей, когда несут ее в массы, активно и с очень большим усилием продвигают ее вперед И, соответственно, с любой темой беседы всегда уходит на содержание своей бредовой тематики По содержанию мышление может нарушаться следующим образом Ну, первое, о чем мы уже говорили в разделе психотических расстройств, это бред Поскольку это крайне важно, повторим критерии бреда Бред, бредовая идея не соответствует действительности Бредовая идея не поддается критическому осмыслению Перебедить у больного с бредом невозможно по определению Бред полностью определяет поведение пациента Бредовые расстройства, бредовые идеи могут быть крайне полиморфны Как мы уже говорили, даже самые примитивные классификации включают в себя паранояльный бред Когда бредовая идея, как правило, ущемленных прав, изобретательства, реформаторства Сочетается с крайне эмоциональной заряженностью, стыничностью, активностью больных Которая внедряет эту идею всем окружающим в голову и в массу в целом Идеи крайне систематизированы, привязаны к окружающей обстановке, к действительности, к реальности И слушая только пациента, почти невозможно определить, действительно ли это бредовая идея Или реально описываемые обстоятельства Параноидный бред, где помимо бреда преследования, воздействия, отношения Присутствуют, как правило, всегда псевдогаллюцинации Но в силу того, что больной крайне напряжен, закрыт, подозрителен Он может о них вообще не говорить И парафренный бред, когда бредовые идеи представляют из себя разрозненные, несистематизированные Даже не идеи, а высказывания бредового содержания Наблюдается, как правило, эйфоричный, неадекватно приподнятый фон настроения Крайняя нарушение, крайняя несистематизированность идей Зачастую нарушение и интеллектуальной сферы Наблюдается чаще при тяжелых психотических расстройствах Либо при хронических психических расстройствах Это то, что касается нарушения мышления по содержанию бред Бредовые идеи В противоположность бреду существуют так называемые сверхценные идеи В отличие от бредовых идей, при сверхценностях существует какая-то реальность Если бредовые идеи полностью не соответствуют действительности То сверхценная идея имеет в своей основе какую-то минимальную реалистичность Сверценные идеи по своей фабуле, по своему содержанию схожи с паранояльным бредом То есть это, как правило, либо дисморфоманические, дисморфофобические идеи Ипохондрические идеи Идеи изобретательства, реформаторства, виновности Сутяжнические идеи, талантливости и так далее Но для любой из перечисленных мною сверхценных идей Обязательно присутствует какой-то реальный фактор То есть если это дисморфофобия То у человека, в отличие от бреда, где никаких дефектов внешности нет Но человек говорит, что он уродлив к дисморфомании То при дисморфофобии, при сверхценной идее Минимальный дефект внешности есть Если это эпохондрическая сверхценная идея То у человека есть какое-то заболевание Которое он развивает уже до масштаба Вселенной Ксференской катастрофы При эпохондрическом бреде заболевания нет вообще Если мы говорим об идее изобретательства При сверхценности человек изобрел, ну, грубо говоря, на копейку Но считает, что изобрел на рубль При бреде изобретательства Никакого изобретения нет в принципе Это отличие сверхценности от бреда В принципе, больного со сверхценной идеей Можно переубедить в том, что его достижение Или его проблема не является такой колоссальной Как он себе представляет И, соответственно, поведение таких пациентов В отличие от бредовых пациентов Как правило, не выходит за рамки моральных и этических норм Принятых в обществе Третьим нарушением мышления по содержанию Являются навязчивости Навязчивости являются достаточно сложным Психопатологическим феноменом И мы будем о нем говорить отдельно Сейчас мы скажем только о том Что навязчивости Если и бредовые идеи И сверхценные идеи Являются собственным продуктом психики человека И человек воспринимает их как свои идеи Свои убеждения Свою продукцию Свою Ну, нельзя сказать, что здоровую, конечно Но именно свою собственную продукцию Он не воспринимает ни сверхценность, ни бред Как болезнь То навязчивые идеи Навязчивые действия Навязчивые влечения Навязчивые страхи Всегда воспринимаются пациентом Как болезненные проявления Отличие навязчивости от сверхценности и бреда в том, что навязчивость воспринимается как болезнь. Навязчивыми, как я уже сказал, могут быть идеи того или иного содержания, мысли, восприятие, сомнения, представления. Навязчивыми могут быть влечения, к ним как раз относятся различные мании, клептомания, пиромания и так далее. Навязчивые страхи, страхи загрязнения, страхи инфицирования. Навязчивые действия. Навязчивые действия, как правило, носят вторичный характер. Допустим, первичная навязчивость, навязчивое боязнь загрязнения и вторичная навязчивость, навязчивое действие, мытье рук. О навязчивостях надо сказать, что в отличие от других психопатологических феноменов, которые, как правило, не мигрируют из психотического в непсихотический лагерь или наоборот, навязчивости изначально являются непсихотическими расстройствами в определенных случаях могут достигать степени психоза. Так, при навязчивом страхе загрязнения, о котором я уже говорил, вторичная навязчивость мытье рук, и человек моет руки час, два, три, четыре, пять, смывает руки до костей и в итоге говорит, что, возможно, это действительно единственный способ защититься от грязи. То есть изначально навязчивый страх приобретает характер уже бредовой идеи. Итак, мы рассмотрели с вами нарушение мышления по форме и по содержанию. Обратить особое внимание следует на следующие моменты сугубо практического характера. Если мы имеем дело с нарушением мышления по форме, как правило, всегда мы наблюдаем невозможность продуктивного контакта, продуктивной беседы с пациентом. Вы можете не знать и не суметь определить, какое именно это было нарушение, но зафиксировать сам факт невозможность продуктивного контакта, продуктивной беседы с пациентом, находящимся в сознании, вы обязаны. Если мы говорим про нарушение мышления по содержанию, на первом месте для фельдшеровского помощи должен стоять, конечно же, и по актуальности, такой синдром, как бредовый синдром или бредовые расстройства, бредовые идеи. Его критерий мы еще раз повторим. Бред не соответствует действительности, бред не поддается критическому осмыслению, и бред полностью определяет поведение пациента. В случае выявления нарушения мышления по форме с невозможностью продуктивного контакта, либо бредовых идей, вы в обязательном порядке должны фиксировать это в медицинской документации и оповещать как свое начальство, так и психиатрическую службу. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.